всех приветствую на своем канале мир качественного алкоголя и сегодня по многочисленным заявкам виски monkey shoulder у меня уже был короткий очерк на этот виски в инстаграме но поскольку до сих пор многие из вас не подписаны обязательно подписывайтесь по ссылке в описании там много эксклюзивных фоточек и тем не менее продолжается просьба периодически под каждым из видео сделай на monkey shoulder популярны виски популярны виски почему до сих пор нет ну вот в общем-то по вашим заявкам и так что такое monkey shoulder это обезьянье плечо в переводе легенда название очень простая работяги на заводе там вручную помешивали солод пророщенный работа это тяжелое довольно тяжелые усилия нужно прикладывать и поэтому у работников такой травму плеча получалось сутулость небольшая вот в общем то такое обезьянье плечо в честь этого в общем то и назвали виски monkey shoulder выпускается компания william grant and sons которая работает с 1886 года и подарила нам такие знаменитые шмурдяки как тот же грантс как и клан макгрегор зеленая дешевая бутылка скоттиш колли дал мордью оттуда же вырос ну и так далее и вот в общем то наверно один из самых качественных виски с этой винокурни вискокурни monkey shoulder monkey shoulder это купажированный виски но купаж без добавления зерновых спиртов то есть только именно солодовые спирты как раз из трех самых популярных вискокурина space айда это glenfiddich balveni и keninvi последний не так известен но тем не менее первые два это такие громкие имена ну и на бутылке вот эти три обезьянки латунные как раз обозначают три соло 2 спирта входящая в состав monkey shoulder то есть это не просто купажированный не сингл молд это blended молд купаж солодовых спиртов теперь давайте о цене моя бутылочка конкретно была куплена за 2100 рублей это довольно распространенный для нее ценник по акции опять же без акции она там 2 500 до 3000 даже доходит в разных магазинах ну и давайте без всяких разглагольствований перейдем уже к дегустации и постараюсь максимально коротко максимально подробно вам описать этот виски ну вот если честно он стоит уже минут 15-20 наверно дышит я могу сказать что аромат достаточно приятный не спиртуозный то есть первый раз я когда покупал пробничек мне он не настолько понравился показался чуть более спиртуозным более грубым знаете такое ощущение как будто он за эти 15 минут выдохся то есть ну достаточно простоватый даже какой-то такой водянистый вкус есть вот эта мысленистость солодовых именно спиртов солодовых виски какая-то тягучесть но тем не менее чего-то вот прям совсем мощного такого выразительного плотного вкуса яркого до ощущаемого здесь ну ничего такого нет может быть влияет то что это спейсайт в общем то они все такие легенькие медово-цветочные но вот тем не менее что здесь можно почувствовать а вкус полностью повторяет аромат небольшая спиртуозность есть такая конечно это не супер выдержанный виски здесь всего три года выдержка то есть ничего какого-то экстра заурядного нет во вкусе ну на первом месте наверное все таки мед потом немножко ванили цветочные какие-то вот цветы белые такие весенние ну и все это сглажено деревяшковым привкусом привкусом бочки достаточно простенький уж извините меня снова я позволю себе вот такое вот сравнение мне даже со стороны уже самому начинает казаться что меня купила кинтошин но тем не менее все виски а кинтошин я покупаю сам вот бартендер смолкни только на презентации подарили это без каких-либо там просьб одолжение и так далее 2100 рублей за monkey shoulder 2300-2400 за 12-летнего кинтошин давайте сначала их сравним потом уже по памяти попробую сравнить с другими солодами виски гораздо более бархатный такой мысленистый вкус гораздо более обволакивающий я не скажу что это прям три ступени вперед то есть но это где-то на полторы головы выше наверное дача monkey shoulder то есть 12 лет кого кинтошин тоже достаточно такая бюджетная тем не менее вкусовых ноток вот если вы гонитесь именно за этим вот здесь гораздо больше но сейчас небольшое уточнение заходите на сайт monkey shoulder первая страничка вас открывается с бутылкой красивой до листаете вниз и у вас три рецепта для коктейлей описание бочек описание купажа какие виски входят туда ничего этого нет то есть он позиционируется как простенький виски для коктейлей если отталкиваться от этой позиции то есть хороший солодовый виски от которого у вас там от коктейлей не будет на следующее утро болеть голова все все вопросы отпадают вкус виски вы будете чувствовать хоть с колой хоть с яблоком хоть в сложных коктейлях там барных до без разницы то есть как виски для коктейлей это прям супер как вот виски для ценителей для того чтобы посмаковать его посидеть там книгу почитать но он достаточно простого опять же на мой взгляд мне кажется ребята ну его красная цена вот для смакования для употребления без коктейлей ну 1600 1700 это вот прям потолок но за 2100 рублей то по акции но извините опять же давайте вспомним рядом на полке прям в инлабе стоял еще гленфидик 05 продавался за 1700 по акции 075 чуть больше бутылочка продавалась за 2400 или 2500 по моему но гленфидик уже не три года от 10 лет во первых и он ну чуть-чуть еще помягче и опять же несмотря на то что он такой достаточно простой тоже виски но гораздо интереснее опять же а кинтошин тут вообще 12 лет солодовый против трех лет до что еще можно вспомнить ну довольно часто по акции встречается вот под конец года обычно сливают остатки коробочки гленморанжи в подарочных наборах с бокалом за 2400 2500 сейчас он 2700 продается по акции опять же но довольно часто бывает и по 2400 это вообще ни в какое сравнение то есть ну тут он опережает все вот эти виски и гленфидик в том числе что еще но опять же из бурбонов если вот прям вообще последний гроб в крышку monkey shoulder из бурбонов сейчас wild turkey 101 50 градусный крутейший бурбон прямо сейчас в перекрестке продается за 1900 опять же я не раздумываясь возьму его вместо monkey shoulder поэтому ну как-то резюмируя все вышесказанное красная цена ему за которую можно брать и не жалеть прям не оглядываться это 1600 1700 рублей все остальное извините для меня это просто overprice учитывая что он ну достаточно легенький пустоватый водянистый мед ваниль деревяшка какие-то цветочные ноты все простенькие достаточно виски не противный не спиртуозный да но как бы на этом больше мне сказать нечего пишите свое мнение кто сравнивал его вот с подобными виски которые я перечислил возможно вы скажете нечто другое мне будет интересно вас послушать но для меня вердикт по крайней мере таков ставьте лайки если вам видео понравилось обязательно заходите на канал там все рассортировано по плейлистам очень тщательно поэтому заходите смотрите подписывайтесь на инстаграм обязательно группа вконтакте тоже для вас ну и до встречи в новых видео всем пока